Если вы будете продолжать быть такими, то увидите, что через какое-то время у них не останется выбора. Эмоция — это очень сильная вещь. Это не какая-то уловка. Это способ жить, разумный способ существования. Садхгуру, можете ли вы поделиться тем, как развить доброжелательность и управлять своим восприятием? Итак, как развить доброжелательность? Я проводил программу для одной очень крупной международной корпорации. 25 топ-менеджеров. Это было двухдневное мероприятие. Со мной работало 9 волонтеров. Фонд Иша — это полностью волонтерская организация. Все эти 9 волонтеров делали все, что нужно для программы, и на второй день один из этих топ-менеджеров спросил меня, «Садхгуру, где вы нашли таких людей?» Я ответил, «Вы не получаете их такими. Вы должны сделать их такими. Как же этого добиться?» Я сказал, «Вы должны влюбить их в себя». «Но как это сделать?» «Сначала вам нужно самим полюбить их». Они сказали, «Нам за это не платят». Вот и все. Итак, вы не можете развить благожелательность. Вы должны излучать ее. Если вы предлагаете ее всем, она возвращается к вам по-разному. Но вы не беспокоитесь, о том, придет она к вам или нет. Это должно стать вашей жизнью. Это должно стать самим вашим существованием, что вы естественным образом принимаете каждого. Кто-то ответит, кто-то нет. Это нормально. Это их выбор. Но для вас уже нет выбора. Вы полюбили всех. У них все еще есть выбор. Но спустя какое-то время у них тоже не будет выбора. У них просто не будет выбора. Если вы будете продолжать быть такими, вы увидите, что через какое-то время у них совсем не останется выбора. Сначала они ведут себя так, как если бы у них был выбор. Но спустя какое-то время у них тоже не будет выбора. Поэтому не пытайтесь развить благожелательность. Когда я говорю, что нужно полюбить что-то, все, что я хочу сказать, любовь, о которой вы говорите, это состояние определенной приятности ваших эмоций. Эмоции — это очень сильная вещь. Хотя люди и говорят много интеллектуальной чепухи, миром все еще правят человеческие эмоции. Да? Не так ли? Результаты выборов определяются эмоциями. Не так ли? Популярность человека в стране или в мире определяется эмоциями? Люди, которых вы даже никогда не видели. Вот люди, которых вы любите. Пожалуйста, задумайтесь. Да? Амитаб Батчан или Сачин Тенделкар или Брэд Питт или даже Анжелина Джоли? Вы любите кого-то, кого никогда не видели, потому что такова природа ваших эмоций. Эмоции — это сильный инструмент. Если вам удается постоянно поддерживать эмоции в приятном состоянии, и вы любите всех вокруг, если вы такие, люди не смогут противостоять этому. Они сдадутся. Это не какая-то уловка. Это способ существования. Это разумный способ существования, потому что вне зависимости от того, полюбит вас в ответ или нет, ваша жизнь приятна. Нет никакой разницы, любит вас или нет. Тот факт, что вы любите, делает вашу жизнь приятной. И так не существует приема развить доброжелательность. Это обман. Здесь нет никакой хитрости. Просто будьте такими. Кто ответит, тот ответит. Кто нет, тот нет. В чем проблема? Продолжение следует... Продолжение следует...